Здесь те, кому 14 и больше. Выделяются они отвагой, быстротой реакцией и отличной физической подготовкой. На площадку, где проходят соревнования по джигитовке, выходят лишь тренированные конники. Они удачно сложились в дуэты с лошадьми и готовы показывать зрителям свое мастерство владения телом и оружием. Под казачьи напевы. Рубка в пешем строю. Мишени, воображаемые противниками. Задание одно – поразить цель. Разбить пучок лозы – это уже для определения силы удара. Последний марк! Перед зрителями – настоящие воины. За пределами площадки для выступлений – общительные собеседники, готовые рассказать о конном спорте и увлечь им. Николай Бисеров со своим конем «Буйным ветром» в Слободской приехали из Порошина. За плечами – 26 лет общения с лошадьми. Опыт располагает к рекомендациям. Я придерживаюсь того и своих детей, и ребят. Учу, чтобы с разными лошадьми находили общий язык. Это очень важно. Это табунное животное. Надо со всеми найти общий язык. Только тогда будет успех. Времени надо много на это положить. Внимание им уделять. Они в два раза больше дадут и теплоты, и энергии своей. Побороть страх. С расчетом на долгую дружбу подходить к лошади. Испытывать рядом с ней радость. Проводить как можно больше времени. Уметь общаться с многими. Но зачастую складываются дуэты, в которых один говорит «Мы друзья», а второй всем своим видом подтверждает. Еще одни гости из Порошина. Никита Кудяшев с конем «Горцем». Есть такая очень хорошая поговорка «Люби лошадь под собой, а не себя на лошади». Ну, человек, который любит их и с ними занимается, это не просто как работа у станка, там, 8 часов, грубо говоря. Утреннее кормление в 6 утра. Автобусы еще не ходят. Вечернее кормление в 10 вечера. Автобусы тоже уже не ходят. Работа с лошадьми – это целая жизнь. В ней нет места усталости или плохому настроению. Лошадь, как любое живое существо, если к ней хорошо, она отвечает взаимностью. Вот видите, стоит спокойно. Не кусает меня, не пинает, не убежать не хочет. Моменты нежности лишь за пределами площадки для выступлений. Перед зрителями свой боевой настрой показывает и всадник, и лошадь. Скорость и опасные элементы рождает зрелищность. Для зрителей это шоу, и его делают все участники соревнований. Опасные трюки – домашнее задание, которое отлично подготовили конники. Продолжение следует...